Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 15 ноября – день Акиндина. Назван в честь святых мучеников Акиндина, Пегасия и Анемпадиста. Они служили при дворе персидского царя Саппора и скрытно проповедовали Христа. Был сделан донос, и царь велел их, распростершив по земле, бить суковатыми палками. Потом были и другие пытки. Пытались утопить в море, сжечь на железном листе и многие иные. Но святые оставались живы. Видя это, много народа уверовало в Христа. Царь приказал их всех казнить более 7 тысяч человек. Сегодняшний день назывался «Житницы». Продолжали сушить зерно в овинах, а закромать защищали от грызунов. Так как дело шло к сильным морозам, особо почитали печной огонь, растапливали печь и грелись возле нее всей семьей. Длинными вечерами рассказывали друг другу разного рода истории и сказки. Было принято гадать у печного огня. Особенно этим занимались девушки, желая узнать свою дальнейшую судьбу. Мужчины сегодня обмолачивали снопы. Работа эта весьма тяжелая и продолжалась весь день. Мужики брали в руки цепы, это такие палки для обмолота, и били ими по снопам хлеба, выбивая из них зерно. Сегодня задабривали овинника, домашнего духа, живущего в закромах. Его представляли в образе существа, похожего на черного кота с горящими глазами. Но истинного лица овинник перед людьми не показывал. Однако некоторые утверждали, что овинник это маленький, седовласый старичок или высокий, здоровый мужик с суровым взглядом. Он помогал трудолюбивым хозяевам, а не родил им, пакостил, сжег снопы, портил зерно. Чтобы этот дух был добрым, ему подносили сегодня чарку водки, петуха и ковригу хлеба. Приметы. Если в этот день выпал снег, весной будет многоводно. Распутиться на дорогах указывает, что тепло продлится до начала декабря. Если небо тучами затянуло, кот тепели. Облака против ветра плывут к снегопаду. Что сегодня загадаешь, то в скором времени сбудется. Если сегодня до заката попросить прощения у всех, с кем поссорился, жить станет гораздо легче, а хлопот будет меньше. Одежда, купленная сегодня по нормальной цене, долго прослужит. То есть человек чахнет, становится слабым, угнетается иммунитет и подвержен к заболеванию. Для того, чтобы человек был здоровым, в первую очередь он должен быть активным. Да, физически активным, конечно. Поэтому хотим мы того или нет, физическое упражнение то, что надо. Абсолютно с вами согласен. Слушай, Миша, а вот ты когда начал заниматься? А вот во сколько лет ты начал заниматься? И что тебя подвигло именно к этим занятиям? Я, Геннадий Петрович, начал свои первые тренировки. Но тогда достаточно хаотичные, но очень упорные. Потому что вы же сами знаете, что молодежь, если она хочет чего-то добиться, то... Ну, молодежь, понятно, молодежи рознь. Но тот, кто действительно хочет добиться, он, конечно, очень упорен в своих устремлениях. А начал я тренироваться еще в школе, в старших классах. Тогда, это же были еще времена СССР, когда не было доступа никакой информации. Ну, то есть мы, вот, так сказать, внутри железного занавеса, мы о каких-то вещах догадывались. Какие-то мы предполагали, что это может быть. Журнал был «Спортивная жизнь России», у которых там комплексы печатали по атлетизму. Но это было уже чуть позже. Позже? Чуть позже, да. То есть я прекрасно помню «Спортивную жизнь России», в советском спорте печатали самые первые комплексы. Потом выходили, уже в дальнейшем были такие замечательные черно-белые брошюрки «Атлетизм». Они были переводные, их тогда впервые в нашей стране, но еще же было СССР. Они, если... Ну, не буду врать, не помню, какие это были годы, но понятно, что это были, конечно, конец 80-х. Но тогда их переводил легендарный, просто не побоюсь этого слова, среди бодибилдеров Эдмундес Даубарес. Это нынешний президент Всемирной Федерации фитнеса. И, ну, просто был не то, что вот раритетом, а чем-то чуть ли не, наверное, можно сказать, объектом поклонения среди культуристов. Потому что там была информация, но по нашим, да, нынешним временам, в общем-то, ничего там такого не было. А тогда, когда был сплошной информационный вакуум, ну, просто казалось чем-то невероятным. Что вот сейчас, да, ты начнешь тренироваться по этим комплексам и очень быстро догонишь Эрмальда Шерсенегера. Слушай, Миша, а вот с чем мы его будем кушать? Вот у нас, я вижу, болгарский... Прекрасный выбор. Сделаем его с тушеными вот такими овощами, очень вкусно. И как раз... Порежем, да? Да, чуть-чуть порежем с вами. Добавим уже на сковородку, чтобы мы имели в итоге такое вот готовое блюдо, уже которое можно не просто употреблять в пищу, но которое уже вкусное, уже, так сказать, конечный продукт. Конечно, продукт полезен. Насколько я понимаю, все-таки одно мясо нежелательно употреблять, оно должно быть с овощами или вот с какой-то там клетчаткой, пусть даже с теми крупами, которые дают вот эту вот способность организму и переваривать, и очищаться. Потому что если только одно мясо, 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 могут быть и запоры. Я так понимаю, да? Ну, вообще, я хочу сказать, что все вот эти монодиеты, да, когда люди едят что-то вот одно, да, это же, ну, антинаучно, если так объективно смотреть на вещи. Плюс это, ну, кому-то, естественно, нравится. Кто-то так питается в силу каких-то проблем со здоровьем или, допустим, к тем же соревнованиям готовится. Но для абсолютного большинства людей, конечно же, вы абсолютно правы. Все-таки какой-то гарнир обязательно должен присутствовать. Обязательно. Все, оставляем. Значит, для набора мышечной массы лучше всего использовать крупяной армир. Да, безусловно. А когда подготовимся к соревнованиям или хотим вот подсушиться, хотим стать в стране, уже овощной. Да, так и есть. Мясо остается, в смысле мясо нам дает белки, а вот жирки начинают уходить в процессе тренировки, как они разлагаются. А овощи не дают. Они дают витамины, ферменты, чтобы все это быстренько... Даже вкус просто дают. И вкус, естественно, дают. Все отлично. Абсолютно верно. Плюс, Геннадий Петрович, мы с вами сегодня как раз уже когда говорили про курицу, о том, что с точки зрения... То есть, то можно и курицу использовать, вот как мы говорили. Да, то вот в этом случае курица с какими-то овощами становится уже более предпочтительней, чем вот как мы сейчас готовим мясо с сушеными овощами. Вон она как. Вот это моя мама бы сейчас одобрила. Я думаю, что когда она будет смотреть эту программу, она получит большое удовольствие, потому что она очень любит вот такую зелень и отнесется с явным одобрением. Я вот дома, я скажу честно, я очень редко использую. Запах. Запах раз. Запах. Это фитонциды. Вообще, запах способствует тому, что запускает у нас пищеварение. Пищеварение, ферменты, которые здесь есть, и ароматические вещества, они разрыхляют пищу, улучшают отток желчи, улучшают отток пищеварительных соков и способствует тому, чтобы всё это более лучше переваривается, нежели если без ничего. Ну и плюс это активирует наши вкусовые рецепторы, то есть нам становится пища более приятна, но банально есть. Я добавлю сюда ещё чесночка для того, чтобы такой как бы-то более аппетитный. Ну да, чуть-чуть чесночков будет только на пользу. Вот. А вот сколько раз надо питаться? Потому что я знаю, если человек один раз питается, даже полноценной пищей, он просто-напросто переедает, растягивает желудок, и никогда у него не будет стройная талия. Вот постоянно всё что-то будет вываливать. Я скажу больше, Геннадий Петрович, такой человек рано или поздно будет вынужден ходить к врачам, потому что у него неминуемо начнётся гастрит, гастрит, который, как знать, не дай бог, со временем перейдёт в язву. Потому что, ну, недаром же наши предки, наши предки, причём в любой культуре, без разницы мы говорим про нашу славянскую или, может быть, про какую-то европейскую кухню, но везде же присутствовали полдники, ланчи, файл-клок, если мы говорим про Англию. То есть всегда предполагалось, что люди, ну, нас приучили, что завтрак, обед, ужин. Но на самом деле всегда предполагалось, что приёмов пищи больше. И действительно сейчас, даже если не брать спортивную составляющую, даже если не говорить о достижении каких-то результатов, то любой человек, любой человек, кто следит за своим здоровым питанием, кто хочет стать необязательно массивнее или ещё что-то, просто чувствовать себя здоровее, конечно же, должен питаться более трёх раз, желательно 4-5, в случае спортсменов, и ещё чаще раз. А вот количество разделения пищи, какое по объёму должно быть? Ну, допустим, там, если всю пищу за день, которую мы съедаем за 100%, там, например, зал-то там 20, обед там 30, сколько там, вот как в этом отношении? Есть такое деление вообще? Тут, наверное, лучше говорить не только про объём, хотя про объём пищи вы естественное право. Конечно, что наедаться на ночь, когда ты ешь такой полноценный обед, ну, понятно, что это не полезно. Так, но я бы сакцентировал внимание чуть на другом. Это на углеводной составляющей. Вот мы сейчас с вами как раз говорили же про то, что вот рекомендуется овсянку есть на завтрак, о том, что если вы хотите набрать мышечную массу, то лучше добавить к мясу не тушёные овощи, а, соответственно, рис или лучше, ну, зависит от пристрастия гречку. Так вот, говоря про вечерний приём пищи, про вечернее, наверное, даже правильнее так сказать. Число углеводов, то есть гарнира, конечно, лучше сокращать, конечно. А, вот она важная вещь, я услышал. И запомните, действительно, вот человек, который разбирается, мы можем гарнир, даже, возможно, и картофель съесть с мясом с утра, хоть это будет и тяжеловато, но, тем не менее, всё это усвоится. Но если всё это мы, и мясо, и картофель, или там рис, или ещё кашу, всё это навечет, то обязательно у нас талия будет, наверное, расти. Или проблемы с её уменьшением будут. Конечно, конечно. Вот это очень-очень важно. Ну что, блюдо наше готово. А, так вкусно пахнет и выглядит, как аппетитно. Будем пробовать? Обязательно. Пошли пробовать. Доброго вам здоровья, и до новых встреч. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжёлой, что выражается в склонности к лёгкому обольщению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутином. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. 20-е лунные сутки. Энеритика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовёт его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда всё подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бёдра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание либо ходьба на ягодицах. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok